Здравствуйте, меня зовут Андрей Бурмистров, я основатель Международной Академии Медицинской Реабилитации. В этом видео мы поговорим о том, как правильно выбрать курсы повышения квалификации с учетом специфики своей работы. К нам часто обращаются как начинающие специалисты, так и опытные. Как специалисты, которые уже работают в реабилитации, так и специалисты, которые пришли к выводу, что они хотят изменить свой профиль деятельности, хотят работать в реабилитации. И возникает вопрос, с чего начать, какие сделать первые шаги и куда, в каком направлении двигаться дальше. Сейчас попробуем разобраться. Для того, чтобы понять, по какому пути идти, сначала нужно разобраться, с какими пациентами вы работаете или собираетесь работать. Можно представить такой квадрат, где есть разделение пациентов по возрасту, то есть есть дети, есть взрослые. По нашему опыту можно сказать, что есть специалисты, которые работают только с детьми и со взрослыми работать не хотят и не умеют. Есть специалисты, которые работают только со взрослыми и в детство не заходят. Есть универсалы. И после наших детских курсов многие взрослые специалисты становятся приверженцами, скажем, либо универсальной работы, либо переходят на работу с детьми. С точки зрения причин дисфункций, есть заболевания, которыми больше занимается неврология, то есть это инсульты и различные, скажем, структурные нарушения нервной системы рассеяния, склероз, болезнь паркинсона, травма спинного мозга, детский церебральный паралич и так далее. И есть ортопедия, то есть это все болевые синдромы, то есть артрозы суставов, состояние после травм, операции и так далее. То есть все, что не связано со структурным повреждением нервной системы. И в зависимости от причины, даже личностные особенности специалиста имеют значение. Например, при ортопедической патологии, то есть когда у пациента есть боль, то есть когда у пациента есть какие-то проблемы после операции или после травмы, реабилитация может занимать непродолжительное время, то есть можно достаточно быстро получить эффект. И тогда для специалиста, который хочет быстро достигать эффекта и потом брать нового пациента, такой подход работы очень привлекательный. То есть, скажем так, это скорее спринтеры, то есть которые бегают на короткие дистанции. В неврологической реабилитации, то есть ДЦП, инсульт, травм спинного мозга, реабилитация длится месяцами и часто даже годами, а у многих пациентов всю жизнь. И специалист, который работает в неврологической реабилитации, должен быть марафонцем, то есть должен быть настроен на длительную работу, чтобы отмечать какие-то даже небольшие промежуточные шаги улучшений, то есть как бы и по ходу работы менять цели реабилитации. Работа со взрослыми с детьми тоже имеет особенности, потому что взрослые пациенты, как правило, уже не растут, а дети постоянно растут, у них то появляются, то угасают новые рефлексы, поэтому работа с детьми требует, скажем, определенных навыков пальпации, определенных знаний анатомии и онтогенеза и биомеханики, то есть которые крайне важны для работы с детьми. Ну и при этом нужно иметь определенный подход к детям, чтобы уметь с ними договориться, уметь их мотивировать, ну а в каких-то ситуациях быть достаточно строгим, четким, чтобы добиваться результата. С точки зрения реабилитации детей, то есть есть базовые, признанные во всем мире методики Войта и Боба для детей, то есть которые позволяют, ну скажем, на протяжении всей жизни работать с пациентами. Также у нас в арсенале есть такой авторский, курс Алина Войчиховски, функциональные терапии в педиатрии, то есть которая включает 8 ступеней, об этом у нас, кстати, есть отдельное видео. С точки зрения детского реабилитолога, который работает с ортопедическими проблемами, например, сколиоз, кривошея, то есть различные дисфункции стопы, нижней конечности, то базовыми для понимания и успешной работы на результате, является онлайн-курсы онтогенез и биомеханика, которые дают понимание, то есть как бы что с этим пациентом происходит. Для того, чтобы эффективно работать с ортопедическими дисфункциями у детей, отлично подходит курс функциональной терапии в педиатрии, который включает в себя и мануальные техники, и упражнения, и в том числе такую специальную часть и в онлайн-формате, и в офлайн-формате, которая разбирает причины биомеханических нарушений, подбор терапии, собственно говоря, саму терапию сколиоза и кривошеи. Многие специалисты не задумываются о том, что когда они работают с неврологическими пациентами, то им знание сколиоза не нужно. С другой стороны, специалисты, которые работают со сколиозом, думают только о том, что сколиоз это проблема позвоночника, то есть это косметический дефект, то есть который, скажем так, либо можно лечить пассивно, то есть какими-то техниками, например, использованием корсетов, то есть либо можно вообще забить, не обращать внимание, потому что пациент сам вырастет, само все исправится. Такой же подход очень часто есть у родителей, то есть которые не обращают внимания на, казалось бы, вот эти незначительные изменения, которые с ростом, особенно в периоды скачков роста, могут очень сильно прогрессировать и вызвать такие дисфункции в других органах, то есть, например, в легких, в сердце, во внутренних органах, то есть которые потом очень сложно исправить. То есть я сейчас не запугиваю никого, а говорю о том, что сколиоз это очень серьезная проблема, которую нужно лечить обязательно, но подхода к лечению зависит от причин дисфункции. И именно об этом у нас есть отдельный онлайн-курс сколиоз, то есть который будет полезен всем специалистам, кто хочет с этой темой познакомиться, но особенно он эффективен, если вы приходите к нему после онлайн-курсов по антогенезию биомеханики, то есть тогда у вас, скажем, вот эта вот как бы трехэтажная структура, то есть становится очень понятной, разложенной по полочкам и является фундаментом для того, чтобы получить уже потом практические техники, функциональных тренировок, мануальных техник и упражнений с использованием функционального ПНФ, то есть для работы на результаты. Результаты работы с помощью методико-функциональной терапии в педиатрии можно найти на нашем канале. Хочу только сказать, что процедура длится не более 30 минут, этого достаточно для того, чтобы вызвать эффект, и этот эффект будет виден на фотографиях или видео до и после, ну, буквально невооруженным глазом, даже не специалисту. Взрослых реабилитологов, которые хотят работать с ортопедической патологией, наверное, одними из самых лучших являются методики экзарта, ПНФ, мануальные терапии Клиттенборна-Эвента, мягкие техники мануальной терапии, функциональный кинезиотейпинг, терапия отеков и шрамов, ну и некоторые другие тематические семинары, то есть, например, там реабилитация коленного сустава, шея, плечо, стопа. Для взрослых реабилитологов, которые хотят работать с неврологическими пациентами, то есть самым, ну, базовым, основным, то есть, пожалуй, является концепция БОБОТ, и, кстати, у нас этот курс есть в новом формате, то есть есть онлайн-часть, которую можно изучить, ну, не уезжая из дома, и оффлайн-часть, то есть это много-много практики друг на друге и работы на пациентах. Кстати, о курсе БОБОТ для взрослых у нас тоже есть видео, где рассказывается, то есть как устроены ступени и в какой последовательности их нужно проходить для успешного усвоения. Также для работы с взрослыми неврологическими пациентами отлично подходит методика ПНФ и методика Экзарта. Ну, а сочетание ПНФ и Экзарта, то есть вообще работает великолепно, и такие специалисты, ну, работают легко, не перегружаются сами и дают отличный результат у пациентов. Для того, чтобы понять, как работать с ортопедическим и неврологическим пациентом, мы рекомендуем онлайн-курсы «Онтогенез и биомеханика», независимо от того, что, ну, кажется, зачем взрослому реабилитологу «Онтогенез». На самом деле, «Онтогенез» — это процесс развития человека от рождения до момента смерти, и в процессе этого развития появляются какие-то особенности, которые реабилитолог должен знать, и, соответственно, если какой-то кубик вот в этом процессе встал криво или испортился, то нужно знать, в какой момент времени, то есть в каком месте нужно повлиять, чтобы добиться настоящего результата. Если у вас остались вопросы, то вы можете обратиться к сотрудникам академии, то есть мы можем оказать бесплатную консультацию по вашей профориентации, по выбору пути реабилитолога для того, чтобы вы достигли успеха и получили именно те знания, те навыки, которые нужны именно вам для вашей сферы деятельности. Друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. До новых встреч! Пока!